Белорусские доброхвотники в складе Узбройных сил Украины берут удел у войсковым наступе у Курской в области России. Чему хода и выник этой операции важной для белорусов? Наша тема дня. Это пик свободы. С вами Ганна Сова. Светаю всех и мой суразмолуца, представник обороны и национальной безопасности, объединенного переходного кабинета, экс-намесник командира полку Калиновского Вадим Кабанчук. Добрый день. Добрый день, Ганна. Накольки я разумею вы теперь в Украине, и маё пытанне самое первое до вас, як до войсковцы и як до политика, и как вы оцениваете украинский наступ у Курскую в область, и чему хода и выник гэта операция у Курской в области важной для белорусов? Безумовно, то, что зараз отбывается на помеже украинске и российском, оно, мабысь, будет вместе с историчным наступством. Гэта операция уже войдя у, скажем так, подручники по войсковому мастерству, по тактике, по стратегии. Бо, не глядячи на то, что шерых экспертов свержали, что в соняшний час разведця технологии, дронов, эффект раптовности уже амаль немогшима досыгнуть при боевых дзенях. Украинцам гэта отрымала зробись. И они зробили то, что от их, в принципе, некоторые эксперты казали давно, что варта так пачать асиметричный день па супратроссийских агрессоров, потому что Украина от самого початку полномасштабной войны 22-го года, и она была в неровных умовах. Украина была оточена за всех боков, а маль, что, окромя невеличкова ковалка с Заходу, и со всех боков ей погрожал российский наступ, включая Приднестровье. И чемусь ци россияне, они были упэвнены, як были там упэвнены, наприклад, нацисты, пачинающие другую сусветную войну, что они будут нападать и бомбить за всех боков, а им гэта не вернется назад. Вот украинцы зараз разбурают миты, уже некальки из них разбурано. Про то, что русские не сдаются, мы бачим, как зараз просто сотнями палонных берут. Причем вчерашняя новина взяли в палон 102 человеки. Я вам просто подкреслю, что значит 102 человеки. Гэта фактично рота. Гэта рота россиян, яка сидела в доброумацованном месте, в бункерах. Это был ротный опорный пункт. И они просто сдалися в палон. И причем сдалися на своей территории. Гэта свечит про то, что так званый вот этот боевый дух, то, что они сейчас разгоняли вот эту мантру про Россию-матушку, яка на костме лягут, но не пропустят танки НАТО. Ну, и он зараз разбурается. А что вядома про удел белорусских доброохвотников у гэтым наступе? Ну, я маю на вазе доброохвотников, які у самых розных подразделениях у Зброяных силы Украины воюют? Я докладно не могу прокомменциць гэту информацию. Скажу обцякаемо, наши хлопцы не дзя помощь. Вы сказали про то, что гэты наступовы дзю подручники, а вот для вас, для вайсковца, ци сталася гэта нечаканным, да? И что вас здявила больш за все за гэты тыдзень операции? Безумовно, гэта стала для нас нечаканна, тому, что и для мене, я не выхожу в украинский Генштадт. Я так разумею, что эффект раптовности удалось захавасть, тому, что про гэту операцию ведала обмежеванная колькость особоу, ты, хто плановали, и на самом початку ее стали реализовывать. И она стала абсолютно нечаканной для ворога, мы бачим просто по выниках операции, яка еще не скончена, по темпах просовывания, и по поспехах украинской армии. На самом речь, украинцы зараз выкарастовуюсь мостные абаки ЗСУ. Украинцы, я нагадаю, при еще Советском Союзе, гэта были лепши жаунеры в Советской армии лечились. Украинский жаунер, например, калей его паралнула среднестатичным российским жаунерам, гэта звычайный таки самовитый инициативный мужичок, хлопец. И украинцы, они мастера импровизации. Менавица все ж таки ведается, вот эта напавна казацкая генетика, она все ж таки уластива зараз ЗСУ. Потому что весь ци маневренную войну, войну на перерезание коммуникаций, на перевертание просто фронта, обходы, разные обходные маневры, вот в этом украинцы мастера, и они зараз гэта просто демонструют яскраво. А российская армия, гэта таки радянские, неповоротки монстр, які залежат с пресс ад своей логистики, и они залежат с пресс ад жесткой централизации, ад наказа сверху по всей войсковой иерархии. Тому они уже скрозь не поспевают по всіх накерунках, и они зараз проигрывают. Просто украинцы зараз в этом курском выступе, они перемалывают потенциал Российской Федерации, в принципе, лепее войну за все довести на территории супрацівника, чем на свою власную. Бо россияне, наприклад, зараз фабами стараются бомбять свою власную територию, причем уже шмат с выпадков, когда они просто накрывают свои колонны и за неразберіг. Вы зараз так о огольных рысах описали украинского жаунера, а коли о огольных рысах описать белорусского жаунера, то можно в двух выпадках. Это той, який воюет за украинское войско и той, жаунер, який знаходится на территории Беларуси. Як бы вы их описали? Я с большего я нормально ставлюсь до тих жаунеров, которые на территории Беларуси. Я разумею, что подавляюще больше нормальные адекватные хлопцы. зараз, на самом речь, есть небезпека, втягивание Беларуси в конфликт, напевно, ее можно поравновывать с небезпекой 2022 года. Справа тем, что зараз путинский режим и белорусский режим, они робят, знаете, такой выгляд, что фактично отбывается война на территории Российской Федерации, а они это подают завуалеванно, начали какая-то провокация, они включили режим контртеррористической операции, яке, так разумею, курируется ФСБ. Небыто это вошли некие бандформирования, вот как они кажут, на чеченцев или на полночный кавказ. На сам речь там зараз зашла регулярная армия, и никак ФСБ уже с этим, как говорят, не впорается. Наши хлопцы зараз рискуются по тих домовах, которые подписал Лукашенко Российской Федерации, быть на вопрос сягнуты в этот конфликт, потому что там есть домовы по региональной групповке войск союзного государства, есть домовы по линии ОДКБ. Так фактично они уже мусили включиться в это деяние. Но я так разумею, что Лукашенко зараз россияне прожимают, и он от них откупляется. Есть информация, что пообещалам передать войсковую технику. До понеделок гостем пику свободы был Михаил Асамус, эксперт Украинского Центра Доследования Армии Конверсии Разброения. Я хотела дать вам послушать фрагмент интервью, где он разважает про то, что теперь может отшивать Александр Лукашенко. Если Украина успела перейти через российский кордон, то что может сейчас остановить украинские силы перейти белорусский кордон, что доцего вважалось неможливым, бо Украина начебто была стримована нашими західними партнерами, які боялись, чтобы кто-то кулю запустил в бік Росії. А теперь виявляється, в Украине можно переходить кордон и проводить військовые операции на Курщин. А чому бы не провести это в Белорусі? Я думаю, что для Лукашенко дійсно наступают такие напруженные часы, когда он мает контролю в трикутнику Минск, Москва, Киев відповідати его спокойному стану, бо можно так инколи спровоковать украинскую сторону, она визьме и перейде кордон. А там виявится, что дороги добрые в Белорусі, то действительно до Минска не так долго ехать. Наколь вам бачится реалістичным сценар, про який говорить эксперт, и чого может найбольше сирогаться Александр Лукашенко Найбольше у нас сирогается ввода боевые дзені белорусской армии. Бо ён разумея, гэта знак равно конец его режима, максима его особистый конец. В 22-м годзе была такая великая небеспека, але зараз ЗСУ паравнальне с 22-м годом, гэта уже так самая якосна інша армия. Гэта армия з іншей технікой, с боевым досвідом, ёё просто немогчимо поравновывать с белорусской армией. Я кажу те речи, які чул не один раз от украинских войсковых, от украинских экспертов. Украинцы не бояться белорусской армии. Вот этого наступа с полночі, который там зараз некую демонстрацию спробував проводить Лукашенко, знов показывающий спектакль, что там некие танки едут. Справа тем, что по-перше белорусская армия, ведаючи настроя в середине, мы ведаем, что они не готовы с большей своей массой влазить в эту авантюру. Я просто могу сробить такую основу, потому что еще в 2022 годе до нас выходили хлопцы с белорусского войска и резервисты и сказали про то, что обозначили нам техничные махчимости по переходу на ваш бок. То-то белорусский народ и белорусская армия срез громадства, они, я думаю, вызначились с боком конфликта. И втягивание белорусского войска в эту историю будет значить то, что в худком часе пол Калиновского станет бригадой Калиновского, потом станет дивизией Калиновского, а потом мы будем в Менске. Минуло некальки тыдня с вашего призначения объединенный переходный кабинет представников обороны и национальной безопасности. Как вы бачите свои задачи, что уже поспели зарабить, что поспели западшатковать на этой посаде? Тут еще мало часу прошло, чтобы про конкретные справы сказать. Это только что мы обвесили про сбор допомоги белорусским доброхотникам, конкретно на дроны. Певная допомога уже пришла. Есть пропрацованные планы по некальких накерунках. Это как и войсковы, так и цивильно войсковые проекты. Я зараз не буду их окучивать больше детально и конкретно. Приде час про это все поведомо. Но я не вошел в справы, потому что там есть бюрократичные процедуры, мне должны передать контакты, должны быть линии коммуникации. Это еще в процессе передача отбывается. Я так разумею, большую частку вы будете находиться в Украине, это просто так супало, что вы теперь тут? Сейчас покажет, где будет потреба, я там буду находиться, но сейчас я в Украине, я лечу, что Украина для нас один из главных наших хаурусников, которые понимают нашу национальную проблематику. Мы спадеемся на то, что Украина сгуляет свою роль в будущих процессах Беларуси в процессе наведения конституционного лада и деокупации Украины. Сполком Калиновского нормальное дачинение. Для меня ничего не изменилось. Я протягиваю жить в Украине, я в ночи просто приехал зараз с Харькова, сустрыкаался с хлопцами. Иншее подразделение, с большого мы ведаем, где беларусские осородки, самый великий полк Калиновского. Мы проводили конференцию в 23-м годе в Листопаде, то мы запрошали хлопцев с инших подразделения принять удел. Кто отгукнулся, кто полечил, что они занимаются только боевыми деяниями. Это их выбор, это их право. При наявности ресурсов будем поддерживать все беларусские подразделения, не только полк Калиновского. Падима, чем была сутность конфликта у полку, выником, якого стала замена командования? спрашивали элементы воисковой демократы. Это уластиво доброхвотницким подразделениям, в которых я там был с 2015 года, в украинских спочатку, по кольму не утварили тактичную группу Беларусь. Это свечит про то, что мы все живые люди, у нас живый коллектив, и сейчас стабилизовалась и выровнялась, улепши бок, и скажем так, некоторые просто люди, які трохи перебрали на себе функции полномочий, они были отсунуты от принятия решению, и зараз все стало на своей рейке, так, как и мая быть. Я сподеюсь, что в худшем часе Кончаткова все лагодится у нас, и я скажу одразу, что колька жауниров белорусов в украинских частках подразделениях она не сменшилась, просто некоторые жауниры мают свой погляд на развитие, а дрозны от инших, и они мают абсолютно на это право, и главное, что все выполняют одну миссию, это борьба с огульным врагом. Что означают заявы, что полку в пыльной ступени стратил свою самостойность? Что за гэтым стоит? Ну, за гэтым махчыма стоит то, что у людей был свой погляд на то, как будет развиваться далее полк, потому что я нагадаю, мы формывались, калі под Киевом шли бои, и наше формування было с колес. Да, там были певные тады нюансы, там, наприклад, украинской армии браковала всего в тем леку командного склада офицеров, и певные функции выконывали просто бойцы беларусы сами, там, у нас, знаете, были посады, якие беларусы занимали, командир роты, командир звода, командир группы, на сегодняшний час это все робится отповедно статутам ЗСУ, на посады заступают украинские офицеры, мы ж входим в систему иерархии ЗСУ, и по украинскому законодавству, хоть мы маем своих властных офицеров беларусам, але мы, замежные грамадзяне, мы не можем зараз быть на офицерских посадах, тому, окромя того, что украинские офицеры зараз заступают на штатные посады, в принципе, для нас не изменяется ничего. Вы кажете, что теперь, как вы переймаете справы, это пэвный процесс, а как бы вы оценили то, что зарабил, что напэвный не смог зарабить Валер Сахасчик в кабинете, какие ягоны, самый грозный досвид вы будете улешивать на этой посаде? У нас со Сахасчиком были напруженные стосунки, у нас им была домова про то, что мы устремлюемся в взаимной некой критике, я этой домовой притремлюсь, тому коментовать я не буду. То, что он зарабил в рамках кабинета, я докладно не ведаю, потому, что мне нужно перенять справу, пока что это все в процессе, может быть сейчас буду разуметь больше. То, что было в Украине сделано или не сделано, мы это ведаем, но это такие знаки может быть субъективные, потому, что все слышали про спробу створения других подразделений, но она не была реализована по тем или другим причинам. А с кем еще у вас такая домовая один-одногодний критиковать публично? Больше ни с кем, так, я узгадать не могу. Вадим, вы один из первых белорусских политзня воляных, вы изведывали белорусскую турмешу в 97-м годе, у меня до вас питание, как было политвязь, как политика, как вам в этой непосредственной момент бачится, как наибольш реалистичный способ позволения политвязня может быть? Самый реалистичный способ, как у нас на углу эта проблема возникла, это смагаться не с наступствами, а с причиной. Причина это диктаторский режим, который уже 30 лет сидит и керрует Белоруссию. Потому что, чтобы мы зараз не делали, мы же не можем обмежевать его в том, что он набирает других политвязей. Домо им выпустит несколько десятков человек, умовно у нас ждут наступные выборы Лукашенко в 25-м году. И он снова может набрать сотни тысяч политвязей. Поэтому нам нужно решать кардинально. В принципе, подзеи, которые сейчас идут вокруг Украины, они дают шанс белорусам на смену. Российцы и украинцы обмениваются военно-полонными, есть посередники в этих справах, не глядяши на войну, этот процесс есть. Как вы глядяете на максимум обмену? Мы размовляли про то, как рейковых партизан и людей супрациву надать им так формальный статус, и кабаны потрапляли под обмен. Але гэта вельми складана юридичная процедура, плюс у Украины своих проблем богатые, своих палонных богатые. Тому покой, что гэта вспынилась на узровне обмеркованья. А есть белорусские палонные в российском палоне, так? За яких так само уже вельми давно идти смаганья, так? Двое наших хлопцов в палоне с 2022 года улетку потрапили в палон под Лесичанском. На жаль, мы не ведаем докладно про их лёс. Вадим, дякую великое, что я так разумею вас за расшильный график вельми шмат працы, что вы гэтый час нашли час для рады свабода, для пика свободы, и поделились своим баченням, своей экспертызой. Это был представник экс-намесник командира полку Калиновского был и политвязин Вадим Кабанчук. Дякую, Ганна. Живе, Беларусь. Я, Ганна, слоюсь, развитвуюся с вами. Заставайтесь обе специи и со свободой.